Здравствуйте! Краткий рассказ о том, что газобетон стал в нашей стране стеновым материалом номер один. Первый слайд показывает нам рост объемов строительства в России за последние 15 лет. Мы росли экспоненциально до 2008 года, потом небольшой провал, опять рост, теперь стагнация. Тем не менее, мы обогнали все советские объемы ввода жилья, каждый год в России вводится больше 80 млн кв. м. жилья, при этом рынок строительных материалов меняется. Автоклавный газобетон, как видно из этой таблицы, 15 лет назад занимал сравнительно малую долю на рынке. Видим, что на 1000 жителей его производилось 8 кубометров в год, сейчас производится 90. На 100 кв. м. вводимого жилья его потреблялось 2,7 м, сейчас потребляется 12, почти в 5 раз больше. Две диаграммы показывают долю газобетона на рынке стеновых в 2001 году и долю газобетона на рынке стеновых в 2016. В 2001 газобетон занимал 6% рынка, сейчас он занимает 47% и давно уже оставил позади совокупный выпуск всей строительной керамики. То есть газобетон скоро займет более половины рынка, а пока, если учесть, видим, что значительная доля рынка стеновых материалов – это изделия для облицовочной кладки. Это лицевой керамический кирпич, лицевой силикатный кирпич и бетонные камни, декоративные, облицовочные. Соответственно, если мы их вычитаем из общего числа стеновых материалов, то на долю газобетона в России придется порядка 60% от общего числа именно стеновых материалов. Похожая картина в смежных с нами Украине и Белоруссии. На Украине в 2015-2016 году газобетон, уже по данным Укрстата, занял более 50% рынка стеновых. В Белоруссии газобетон занимает более 50% рынка, начиная с конца 90-х годов, а возможно и раньше. Ну, вся имеющаяся у меня статистика начинается с 99-м годом, и тогда на долю газобетона приходилось больше половины. В России доля подбирается к половине, потому что старые керамические заводы медленно уходят с рынка. Похожая картина в Польше. Там тоже на долю газобетона приходится, если в число стеновых включать бетонные панели, приходится порядка 45%. Если бетонные стеновые панели вычесть, на долю газобетона будет приходиться процентов 55% от общего числа стеновых материалов. Влияние кризиса на рынок стеновых в двух таблицах. Покажи его. Первая таблица. Данные из таблицы Росстатовской Федеральной службы государственной статистики. Соотношение между выпуском мелкоштучных материалов в 2015-2016 годах. Видно изменения в процентах. Абсолютно и выпуск в тысячах кубических метров в год. Показано, что стеновые блоки из ячеистого бетона потеряли 11% в 2016-2015 году в объеме выпуска. Это так. Но смотрим теперь на следующую таблицу. В ней все стеновые материалы сведены в четыре строчки по ГОСТам, на основании которых они выпускаются. ГОСТ кирпич-камень-керамический, кирпич силикатный, блоки бетонные-стеновые и блоки стеновые из ячеистого бетона. Производство в абсолютных величинах снижается. При этом доля рынка, которая приходится на автоклавный газобетон, продолжает расти. В 2016 году он прибавил практически 3% от доли рынка, потому что остальные стеновые материалы падают быстрее. А газобетон на фоне этой тряски продолжает всплывать, пусть не в абсолютных, а в относительных значениях. Таким образом, еще немножко и на долю газобетона будет приходиться 2 трети рынка стеновых. Распределение по плотностям выпускаемой продукции, как и в прошлые годы, основную долю занимает маркова плотности D500. И производство газобетона в мире в динамике. Если 25 лет назад СССР, в свои поздние годы, стремясь к решению жилищной проблемы, производил 6 миллионов кубометров автоклавного газобетона в год и хотел довести это производство до 40 к 95 году, а условный Евросоюз, еще не объединившийся, производил около 25 миллионов, а в странах поздней индустриализации, в Китае, в Индии, на Аравийском полуострове, и производство было практически нулевым автоклавных стеновых материалов. То сейчас, спустя 16 лет, ядро постсоветского пространства производит 20 миллионов кубометров блоков из автоклавного газобетона. Условный Евросоюз в связи со снижением жилищного строительства, с рядом других труднопройденных кризисов строительных, производит 17 миллионов кубометров. А в странах поздней индустриализации газобетон расцвел. В том же Китае душевое производство, примерно такое же, как в России, то есть там производится порядка 140 миллионов кубометров в год. В Индии количество газобетона уже десятками миллионов кубометров. Аравийский полуостров в качестве основного материала для строительства стал применять автоклавные ячеистые бетоны. Соответственно, за газобетоном вижу достаточно большое будущее в течение ближайших десятилетий. Спасибо за внимание. Заходите к нам за проектами газобетонных зданий. До свидания. Продолжение следует...